Добрый день! Займемся сегодня доработкой ГАЗ-66, а конкретнее установка сюда двухскоростной коробки передач, которая, кстати говоря, шла в комплекте. Давайте несколько слов о самой машинке. Это у нас китовая версия, которая поставляется полностью в разобранном виде и из электроники мы здесь имеем в базе только двигатель и серву. То есть, чтобы запустить модель, кроме того, что ее нужно собрать, необходимо будет докупить и установить сюда отдельный регулятор оборотов, приемник, передатчик, аккумулятор и, соответственно, зарядное устройство. Но зато здесь мы получаем сразу два варианта по ходовой части. Есть вариант полностью из пластика и, соответственно, из металла. Установил сюда полностью все металлическое. Это мосты, шестерни, карданы, тяги. Полностью металлическая машинка стала реально достаточно весомая. И это, на самом деле, очень плюс при катании по неровности. Второй момент, то что здесь мы также в базе получаем два варианта раздатки. Это односкоростная коробка передач и двускоростная коробка передач. Изначально сюда решил поставить односкоростную, чтобы посмотреть, потестить, посмотреть, какие будут результаты. Потом вроде как поставить двускоростную и уже сравнить, что будет лучше ехать, какие будут плюсы и минусы. Ну, чтобы как бы по максимуму оценить данную модельку. При установке тут односкоростной коробочки и, в принципе, небольшого двигателя не ожидал от машинки там никаких там суперрезультатов. Покатал сначала по сухому, в принципе, неплохо. После чего поехал, прям покатал ее по грязи после дождика. Можно посмотреть прям отдельное видео. И реально был доволен результатом. Машинка, при учете там ее веса, просто прям лезла. То есть в каких-то местах, когда она зарывалась и даже мощности двигателя не хватало, чтобы прям колеса провернуть. Можно было ее немножко раскачать вперед-вперед-назад. И она, соответственно, прям выезжала самостоятельно из прям очень многих препятствий. Очень хороший угол наклона машинка берет, потому что, опять же, много металла, центр тяжести пониженный. Здесь у нас, кстати, в колесах стоят утяжелители металлические. То есть сами колеса не очень мягкие, то есть они продавливаются, упираются в утяжелители. Как бы не очень-то смотрится копийно, но, опять же, доп. вес – это прям плюс к проходимости. Соответственно, сегодня будем устанавливать вот эту двускоростную коробочку. В комплекте идет полностью собранная раздатка с двигателем, повторюсь, еще раз чуть большего размера. Скорее всего, у нас будет чуть более тяговитый набор качалок и небольшая микросерва как раз-таки для переключения между вот этими вариантами коробки пониженной и повышенной. Единственный момент, что нам также придется заменить здесь аппаратуру. Изначально я сюда поставил ремовское решение – это приемник и передатчик, но они тут, получается, двухканальные. Буду использовать в дальнейшем вот такую аппаратуру. Она трехканальная, как раз-таки третий канал. Вот эта кнопочка будет отвечать за переключение вот этой сервы. Кстати, про аппаратуру также можно более подробно посмотреть на канале. Буквально недавно выходил о ней обзор. Здесь достаточно много различных настроек. Как раз-таки все сюда поставим, настроим и после уже этого пойдем ее тестировать. Также в данном комплекте мы получаем приемник. Единственное, обращу внимание, что он у нас идет полностью не герметичный, поэтому с ним необходимо будет ряд доработок. Как минимум, выкручиваем четыре винтика с внешней крышечки, вытаскиваем саму плату. И я ее покрою пластиком 71 – это специальный лад для печатных плат, именно водоотталкивающих. Покрываю им и, соответственно, собираю обратно. Рекомендуется, конечно же, при эксплуатации по грязи, по лужи, при использовании для шишики, где будем машинку прям погружать в воду, какая-то дополнительная герметизация, например, установка в бокс. Но, к сожалению, здесь такой возможности, скорее всего, не будет, поскольку места в ней очень мало. Возможно, что-нибудь придумаю, посмотрю. Если получится, поставлю. Если нет, то, в принципе, оставлю так. Как раз-таки посмотрим, насколько это будет вообще эффективное решение. Давайте приступать сначала к разбору машинки, потом к установке своей коробки, а потом уже поищем лужи и грязь. Для начала скинем кузов. Нам необходимо будет открутить два винтика. Вот здесь и вот здесь. Снимаем кузов и аккуратненько прокидываем туда проводок. Открываем корпус. Как видите, здесь у нас регулятор лежит. Здесь я прям выпаял расстояние, чтобы его туда углубить. И приемничек у меня здесь просто приклеен. Опять же, ремовский также просто покрыт лаком. В принципе, с ним ничего не произошло. Множество раз его как бы окунул в воду. Отсоединяем провода от двигателя. Оторвал уже провод. Но ничего страшного. На этой коробке, кстати говоря, проводов тоже нет. Их придется перепаивать. Откручиваем винты и снимаем коробку. И откручиваем винтики с карданчика. Думаю, что данная серва тоже не особо герметичная. Поэтому разберу и как минимум пройдусь по контуру герметика. Но прежде чем покрывать герметика по контуру, достал вот эту плату. И также нанес на нее вот этот пластик 71 кисточкой. Сейчас она подсыхает. Разобрал приемник, 4 винтика. Соответственно, вытаскиваем его. Также здесь, как видите, никакой влагозащиты как таковой особо нету. Ну, что-то вот они закрыли. Поэтому также сейчас кисточкой обрабатываем. Одним слоем потом на часок оставляем. Потом еще слой. Потом также оставляем на часочек. И потом еще третий слой. И оставим его уже где-то примерно на полдня или на сутки, что все это хорошенько высохло. Потом уже собираем. И потом уже только будем устанавливать на машинку. Высох второй слой. То есть, как видите, плата прям хорошо уже покрыта. Все блестит с обоих сторон. Наношу третий слой и оставляю на всю ночь. Утром уже собираю и будем проверять. Аналогично и с платой на серве. Также вот она у нас полностью покрыта. С приемником закончили. Соответственно, собрал его обратно. Теперь он загермичный. Будем это тестировать. Плату также, получается, я уложил обратно. По контуру сейчас присмотреться. Видно, что там блестит. Прошелся герметикой. Вот эта часть тоже герметиком намазана. Еще не до конца высохла. Все, прямо когда это подсохнет. Далее нам нужно будет поставить сервочку вот здесь в пазы. То есть, вот таким образом. И воспользоваться. У нас тут ряд качалок есть. Я так понимаю, нужно воспользоваться вот этой качалочкой. Она одевается. Как раз будет клацаться в пазик. И, соответственно, она будет у нас поджимать принцип коробочки. Достаточно все просто. Зажимается. Одна скорость отпускает. За счет пружины она отодвигается обратно. Запитал приемник от регулятора. Подключил в третий канал данную серву. И теперь на аппаратуре проверяем. Все работает. Зафиксировал. Все. Отлично. Теперь уже устанавливаем все это дело на машинку. Установил коробочку на место. Прокинул уже провода. Провода получились очень длинные. Потому что до этого двигатель я нас смотрел вот в эту сторону. Соответственно, приходилось их прокидывать через верх. Здесь же, получается, он будет прям ходить очень аккуратно. И проводов будет по минимуму. Единственное, вот этот проводочек нужно бы также как-то проложить аккуратно здесь. Ну, а здесь будет выход под питание. Сюда, именно в кузов. При этом двигатель, получается, и большая часть коробочки у нас будет смотреть вперед. Соответственно, центр тяжести еще немножко сместился в эту сторону. Но это, думаю, даже плюсом. И второй момент, то, что еще обратил внимание, что изначально я думал, что коробка больше, ну, она визуально кажется больше и будет торчать прям ниже вот эта часть. Но вот я так прикинул сейчас, что здесь получается, что, в принципе, это особо разницы нет. То есть, по клиренсу, установив двухскоростную коробочку, мы, в принципе, ничего не проиграли. Единственное, вот здесь саму серу еще залил термоклеем, потому что вот здесь начал закручивать винтик, и она начала потихонечку трескаться. Опять же, будьте аккуратны при сборке. Поэтому прям термоклеем залил, теперь станет жестче, будет сидеть, наверное, лучше. Так, ну, в принципе, прокладываем провода и накидываем карданчики. Осталось накинуть карданчики. Здесь у нас есть прям пазы, то есть нужно одеть и, соответственно, на фиксирующий винтик это все дело закрепить. Но они одеваются крайне туго, поэтому придется дорабатывать напильничком. Обязательно фиксатор резьбы. Так, все прикрутил, давайте теперь проверять. Нажимаем полный газ. Это максималочка. Нажимаем. Как видите, оттянулось и... Вот так. Совсем другая скорость. Вмедленнее. Все быстрее. Ну, в принципе, все готово. Осталось пойти и потестировать. Сначала проверяем скорость. Стало она значительно побыстрее. А теперь давайте переключаем. И вот эта скорость вот уже такая. Ну, давайте пробовать. Дай. Вескрыruя. и машина практически пропала но едет едет видно как грязь поднимается это не хватает все отлично выворот как вы видите тоже так себе но все это неплохо давайте пробовать так двигатель по ходу устал нет машины то ли может сигнал пропадает да скорее всего сигнал начинает пропадать такое ощущение что пропадает сигнал то есть она при опускании в воду прям все пропал не работает чуть приподнимая все заработало давайте немножко вот так проедем ну немножко глубины многовато о кстати гре вот так можно делать опять же не тянет включаем пониженную и и крутится колеса без проблем и тут а 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 так да поставил 3s аккумулятор давайте посмотрим на разницу в скорости старту а а Вот что, это уже гоночная машина. Мне кажется, уже боком может провалиться где-нибудь. Ой, да, лёгически надо приклеить по ушам. Давайте посмотрим ближе. ДТП. Смотрите, на 3С, теперь даже на высокой скорости, она едет вообще, даже не урюшивается. Вот, давайте вот здесь немножко грязи. Всё, видите, не хватает. Повернуть колёса не может. Включаем пониженную. И сели мостом, ну, вообще без проблем. Давайте будем заехать. И вот уже сейчас на скоростной, опять же повторюсь, коробочке, прям ощущается плавность хода. То есть, видите, прям очень медленно. Но её начинает заваливать. Потому что ходов подвески здесь не хватает. Возможно, если поставить вместо рессора сюда, конечно, амортизаторы, будет всё посимпатичнее. Ну, в целом, в целом, центр тяжести очень низкий за счёт как раз-таки утяжелительных колёсов и металлической нижней части. И за счёт этого она очень медленно к переворотам. Можно прям очень плавненько и копильненько съехать. Но есть, а надо побыстрее. Включаем и полюсируем. Включаем и побыстрее. Включаем и побыстрее.